Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Умелец. Сегодня будем делать с вами интересную самоделку. Самоделка будет из фанеры, вернее из обрезков фанеры. Понадобится 18-мм фанера и 10-мм фанера. Можно также 12-мм, допустим, использовать. Самоделка довольно-таки простая, но в то же время полезная. В ближайшее время планирую несколько проектов сделать. И вот именно там мне понадобится эта самоделка. Поэтому давайте приступим к ее изготовлению и посмотрим, что у нас в результате получится. Так, для начала нам следует распилить наши обрезки. Будем их обрезать под один размер. Ширина у них будет 80 мм. То есть у 12-й фанеры 80 мм и 18-я фанера мы тоже сделаем 80 мм. После того, как все это сделаем, нужно будет отторцевать одну заготовку и вот вторую заготовку. Одна будет 18-й миллиметровая фанера, будет длиной 200 мм. А 12-я фанера будет длиной 80, но шириной 40 мм. Ну и сейчас делаю разметку. Изначально провел линию посередине и затем уже по 2 см отступил от краев. Вот так вот у нас это получилось. Ну и также сделал разметку на 18-мм фанере. Должно получиться в итоге вот так вот. После того, как сделали разметку, приступаем к сверлению. Изначально я просверлил тоненькую заготовку. Ну и потом уже приступил к 18-мм фанере. И ее начало сверлить. После того, как все просверлим наши обе заготовки, можно приступать убирать лишний материал. Опять же, вот я сейчас применяю ленточку. Можно это сделать элементарно лобзиком. Можно также, допустим, ножовкой все это сделать. Кому как удобнее. Просто иногда в комментариях пишут, что, блин, у тебя ленточка, как же сделать, да, допустим, нам эту операцию. Опять же, у кого какой инструмент. У меня просто нету лобзика. Был бы лобзиком, я бы, наверное, не заморачивался, вырезал бы все это лобзиком. Даже, наверное, и быстрее бы получилось. Ну, я пользовался ленточкой. Ну и вот здесь, опять же, я использовал лобзиковый станок. Довольно-таки давно у меня. Пользуюсь очень редко. Но в свое время он меня выручает. То есть, когда нужно какие-то операции сделать, внутри что-то вырезать, то всегда использую этот станок. И вот, что у нас получилось в итоге. Итак, друзья, наши заготовки почти готовы. Можно приступать к сборке. Но прежде мне хотелось бы сказать, как вы все заметили, я стараюсь поддерживать свою мастерскую в чистоте. И в этом помогает мне пылесос 2 в 1 Redman, который можно использовать как дома, в автомобиле, так же и в мастерской. Он работает от аккумулятора, имеет два режима. Обычный и турбо. На обычном заряда хватает на 25 минут. Турбо на 8 минут. Чтобы пылесосить дольше, можно использовать сменный аккумулятор. Полная зарядка занимает 4 часа. Здесь три насадки. Для щелей и труднодоступных мест. Для ткани и обшивки. А так же для полов и напольных покрытий. Турбощетка вращается во время уборки. Подсветка позволяет заметить даже самую мелкую грязь. Пылесборник 2 литра. Хватит надолго. Очищается одним движением. Модель так же оснащена хепофильтром, который задерживает почти 100% пыли и аллергенов. Воздух становится заметно чище. Уровень шума не больше, чем у кухонной вытяжки. А мощность саса не до 80 ватт. На удобной рукоятке есть фиксатор кнопки, чтобы не зажимать ее все время. Крепление на стену в комплекте. Пылесос удобно хранить. Редмонд весит менее 3 килограмм. Рука не устает. Отсутствие проводов позволяет двигаться свободно. Мне нравится этот пылесос. Уборка с ним занимает мало времени. И грязи после нее не остается. Если хотите себе такой, переходите по ссылке в описании. Используйте промокод DACHIA25, который дает 10% скидку на всю корзину товаров. Ну а мы продолжаем делать нашу самоделку. В маленькой заготовке нужно углубить болт. Для этого я использую шайбу и гайку. Сейчас я затягиваю ключом и наш болт углубляется. Я там просверлил отверстие чуть больше, а 13-м сверлом. Поэтому болт углубился. И в принципе этого будет достаточно. После этого нам нужно будет вклеить шканты. На этот раз я решил использовать клей Космофен. Он в принципе тоже держит очень крепко. И все это закрепляется довольно-таки быстро. Ну и также нужно будет вклеить вот эту алюминиевую трубку. Хотелось бы еще сказать, что алюминиевая трубка, она со временем все равно даст люфт. Если у вас есть возможность, допустим, металлическая какая-то трубка, не знаю, то она, конечно, была бы лучше. Даже, думаю, если мы возьмем удлиненную гайку и просверлим ее, то она будет намного дольше служить. Потому что в алюминиевой трубке все равно со временем образуется люфт. Ну, то есть сверло начинает шататься. Ну и после того, как вклеили все шканты, приступаем к сборке. Все закрутили. И вот наша самоделка, наш кондуктор уже готов. В дальнейшем можно пробовать его в работе. При помощи данного кондуктора можно соединять детали различными способами. Сейчас я покажу, как соединить детали под углом 90 градусов. Чтобы просверлить нашу заготовку ровно посередине, нам не составит никакого труда. Как вы видите, шкантами упираемся в заготовку, сверлим, и у нас заготовка получается просверлена ровно посередине. Чтобы сделать ответное отверстие, нам нужно ставить сверло опять, и вот этим упором ровно упереться в нашу заготовку. Все, теперь вытаскиваем сверло, и можно соединять две наших детали. Вот как вы видите, я подгоняю, чтобы торцы были ровно. Теперь мы ставим наш кондуктор, упираемся в нижнюю часть, и сверлим отверстие. Одно отверстие, ну и сейчас второе отверстие. Довольно-таки быстро, можно несколько, не обязательно два шканта, можно три шканта, то есть сверлить. Ну и теперь посмотрим, как у нас все это получилось в итоге. Получилось все замечательно, как вы видите, все ровненько и четко. Теперь мы попробуем сделать так, что нам заготовку нужно закрепить посередине. Отчертил я линию, и вот на этой линии нам нужно закрепить нашу заготовку. Здесь тоже все довольно-таки просто. Закрепляем вот таким способом, и с торца, как вы видите, у нас идут две линии. Линии это ровно посередине идут шкантов и нашего сверла. Вот вы видите, сделал одно отверстие, теперь устанавливаем наш кант и подводим наши линии, чтобы они совпадали. И сверлим второе отверстие. После того, как все просверлили, теперь можно соединять две наших заготовки. Как вы видите, тоже получилось все довольно-таки четко. Их, ну, подгналось все очень ровно. Ну и последний способ, который я хотел показать. Этот способ используется для того, когда нам нужно, допустим, склеить мебельные щиты. Как вы видели, все настроило, и теперь нам остается только просверлить два отверстия. Первое просверлили, и второе. Ну и теперь можно посмотреть, как у нас все получилось, совпали наши отверстия или нет. Как вы видите, все получилось тоже довольно-таки четко, все ровно. Вот так, друзья, вот такой универсальный кондуктор мы сегодня с вами сделали. С помощью него, как вы видели, мы соединяли различными способами детали. Мы соединяли вот таким вот способом. Затем нас соединяли вот так, когда нам нужно было посередине детали. Ну и в конце мы соединили две детали вот таким способом. Когда мы склеиваем, допустим, щит, вот таким способом мы и соединили наши конты. Кондуктор наш получился универсальный за счет того, что у него ходит вот эта деталь. Можно использовать разные толщины дерева. Также можно использовать для того, чтобы ровно просверлить отверстие. Мы откручиваем вот эту деталь, убираем, ставим, допустим, на какую-то плоскость и сверлим. У нас отверстие всегда получится ровным. Вот такой вот кондуктор сегодня с вами сделали. Довольно-таки просто в изготовлении, делается быстро. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!